Человек, который сделал себя сам, человек, который огромным трупов... И первый шажок необходимо сделать прямо сейчас. Конечно, Заурбек является просто невероятным фалоритом в этом противостоянии против спортсмена из Гвинеи Бисао. Шутя, полушутя, полусерьез, конечно же, сказал он мне, что еду в Японию для того, чтобы покорить Фудзияму. Вот как раз на пути к этому он проходит за спину своему сопернику, набирая первые два балла. И решил он не откладывать дело в долгий ящик, сразу с места в карьеру взять. Хотя на самом деле для Заурбека Седакова гораздо более, наверное, привычен стиль набора баллов на самых последних секундах. Именно в этом ключе он побеждал своих соперников по чемпионату мира и становился чемпионом. Но вот здесь Заурбек Седакова еще два балла набирает. 4-0, 6-0, еще один накат в исполнении Заурбека Седакова. Но здесь просто очевидно... ...своя категория до 74 килограммов не только в самом мире во всем, но и в России. И максимально конкурентоспособна, поскольку именно в этой весовой категории у нас есть, наверное, 5, а то и 6 равноценных спортсменов. И Магомед Курбаналиев и Магомед Расулгази Магомедов. И много кто еще. Вот это да, вот это да. Аугуста Медана отыгрывает 2 балла, счет становится 8-2, но... ...безошибочно. Легкая расслабленность. И вот уже практически уверовал в свою победу Заурбек, и это стоило ему 2 баллов потерянных. Но вот все-таки сейчас забирает он ноги своего оппонента. 10-2 ведет и еще 2 балла, которые он сейчас пытается попытаться набрать. Нет. Захват за ноги. Все-таки проходят. Интересный захват. 12-2 становится счет и останавливает, в общем, при таком преимуществе рефери этот поединок. Поздравляем Заурбека Седакова с выходом в следующий круг, в 1-4 финала. И его соперник определится в следующей схватке. Это будет либо Франклин Гомес Мато из Порту-Рико, либо Бигсот Абдурахмонов из Узбекистана. Ну, а я, завершая разговор про Заурбека Седакова в 1-8 финала, вспомню еще такой эпизод. Во время нашего одного из последних с ним разговоров я спросил, почему, почему, Заурбек, ты так часто нервы требует.